приветствую вас дорогие друзья у меня на канале как и обещала сегодня будем готовить очень вкусный и красивый маковый рулет либо плетенку итак начинаем готовить здесь у меня в кастрюле молоко 35-38 градусов здесь мы будем растворять дрожжи добавление сахара чайную ложку давай и перемешать перемешаем и поставим в сторону набухать пока дрожжи подходит здесь мы в другой миске собираем сдогу для нашего теста а это яйца комнатной температуры сюда же кладем сахар 100 граммовый стакан я положу 300 грамм чуть-чуть если хотите можете положить чуть меньше но больше не стоит потому что если тесто будет слишком такой удобно и тяжелое оно у вас может не подойти сюда же кладем соль это маленькая ложка то то есть пол чайной ложки точное количество ингредиента вы найдете у меня под этим видео в описании также добавляем ванильный сахар добавляем масло комнатной температуры и еще раз хорошо перемешиваем при желании можете масло растопить продолжаем пока подготавливались то вы посмотрите как хорошо подошли дрожжи вот так они набухают тем такие пузырчатые хорошо добавляем к общей массе еще раз хорошо перемешиваем и нам осталось сюда добавить муку муку буду добавлять постепенно в процессе замешивания теста все сразу естественно мука всегда должна быть рассеянным муку добавляйте частями не смотрите что масса жидкая потому что вы можете увлечься и добавить больше муки и у вас получится тугое тяжелое тесто которое в результате просто не подойдет и если например молоко будет очень теплой температуры либо очень холодной дрожжи могут погибнуть и не сработать хорошо перемешиваем каждый раз добавляем по стакану муки все тесто как следует я вымесила и хочу сказать что дрожжевое тесто любит когда с ним возится долго месяц его замешивают вот оно у меня готово и если обратить внимание немного липкая то есть я никогда не забиваю тесто мукой вот кажется что хочется добавить но нет не будем добавлять все и хорошо до гладкости обязательно нужно вымешивать все хорошо обратно кладу в ту же миску это тесто где и начинали собирать его все закрываю это тесто пищевой пленкой со всех сторон чтобы не заветрилось тесто и кладу в теплое место будем ждать в процессе сделаем один раз обминку продолжаем работать хочу обратить ваше внимание на это тесто какое оно шикарное получилось хочу сказать если у вас не очень тепло тогда можете положить духовку но духовочку предварительно разогрейте чтобы там было тепло и выключите и после этого кладите туда тазик с тестом так тесто поднимется быстрее но хочу когда было лето когда я готовлю такое тесто летом то тесто поднимается наверное где-то за полчаса и долго не приходится ждать хорошо теперь вы на столе у меня видите только тесто и маковую начинку которую мы с вами приготовили в предыдущем видео и теперь я смазываю рабочую поверхность маслом обычным подсолнечным потому что работать будем только с маслом здесь у меня нет ни грамма муки кладу тесто такое шикарная дыши мой ребенок опять там поет но этого количества на один раз много делю на две части одну часть буду работать с этой частью теста поверхность тоже смажем маслом и буду раскатывать пласт посмотрите какой прямоугольный пласт мы получили и теперь мы сюда кладем нашу начинку и распространяем ну и хочу сказать что маковой начинки много не бывает потому что чем больше тем вкуснее хорошо и теперь нам нужно завернуть плотный рулет ну и И теперь швом вниз кладу на противень этот рулет делаем такие надрезы почему я это делаю в противень чтобы легче было перенести потому что столько большой рулет получается ведь вот сантиметр с половиной полтора сантиметра вот так не доходя до края срезаем чуть тоньше чуть толще не имеет значения теперь будем оформлять раскрываем начало и один сюда другой на тот первый так продолжаем и как бы все время сближаем каждый рулетик чтобы не было расстояния между ними чтобы легли друг на друга видите мак остается внутри и не течет и потом уже смотрите на рулет где вам не нравится что можете подправлять как вам такое оформление напишите в комментариях красиво или нет вот и все теперь нам эту красоту осталось смазать желтком с болтом с белком потому что так цвет готовых булок еще яркий лучше чем когда один желток и естественно нужно оставить на расстойку минут 15-20 друзья и после этого только выпекать смазываю выпекаем под 180 градусов на среднем уровне в разогретой духовке из этого количества теста у нас получится вот две две такие булочки два таких больших цветка как видите это большой стандартный противень по всему противень я распространил этот рулет чем хорош такой рулет его можно когда при подаче вот видишь как увидите каждый кусочек это как отдельная булочка вот такой удобный в использовании но мои дети сегодня захотели еще другие цветочки всякие листочки поэтому со вторым тестом сделаю немножко другие булочки и второго теста и такое количество мага которое мы приготовили хватит на две такие булочки такие красивые булочки и множество других будем готовить с вами на канале дорогие друзья вы только напишите какие еще другие начинки предпочитаете будем начинять и творить красоту